Royal Flight, мне нравится эта компания. Друзья, начинается у нас сегодня наше небольшое приключение, потому что путешествие это всегда приключение. Мы уже собрались, знаете, как все на суете, быстрее и быстрее. Сегодня проспали, ну то есть не то, что проспали, а дотянули до того момента, когда собираешься уже бегом-бегом. За нами уже приехала машина, мы едем в очень хорошие компании. Я такси под названием Оксана. Да, наверное, первый раз за последние, не знаю, сколько лет, 10 лет, мы едем в такой чудесной компании. В общем, сейчас вам все покажу и расскажу. Приключения. Так, нас уже ждут, а мы не торопимся, называется. В общем, вот такой вот у нас багаж. Причем вот этот чемодан у меня полностью пустой. Пустой, потому что у нас на улице сегодня снег, холодильник, 2 градуса, и нужно брать с собой зимние вещи. Поэтому этот чемодан у меня есть исключительно для вещей, чтобы убрать туда нужные вещи. И сегодня у нас 2 градуса на улице. А компания у нас вот такая замечательная. Едем мы вместе с мамой. И девица под окном. Да, и вместе с Ваньком. Вот это красота. Забирайся, Вань, посередине. Я надежда на тебя. Хочу вот большой чемодан. Это же мы в Таиланд едем. Хочу купить чемодан. Очень-очень быстро доехали. За 25 минут сегодня. Был, знаете, как зеленый свет был. В общем, прошли тоже досмотр моментально. Папин компьютер показывали. Папин компьютер. В общем, я имею в виду такой предварительный. Когда в аэропорт входишь, очень быстро прошли досмотр. Ну, Оксана у нас теперь главная. Сегодня будет отвечать за все. 14.45. Билеты у меня. Это реально Папин компьютер. Ну, хорошо, Папин компьютер. Дело в том, что сейчас, знаете, когда летит много людей, никто не знает, в смысле, каждый надеется на другого. Билеты, в общем, все документы на отель, на все у меня. И регистрировалась вчера на рейс тоже я. Но я ни номера рейса не знаю. Знаю только, во сколько вылет. Потому что, ну, когда приезжаешь... Фикси тайм 3. Фикси тайм 3 продается. Когда приезжаешь, уже здесь разбираешься. А смешно было, когда подъезжали уже к аэропорту, папа говорит, а какой терминал-то у вас? Оксана говорит, F. Я говорю, Оксана, а ты точно знаешь? Он говорит, в Таиланд мы всегда с F вылетаем. Вот здесь даже не знаю. Ну, обычно всегда, когда летишь, у нас из Шеремитио терминал F. Редко когда какой-либо другой. Но в итоге мы посмотрели. Оксана все уже прыгает от счастья. А прыгать есть от чего? Ваня пустит в паспорте, узнает его? Не знаю. Покажу вам потом фотографии Вани в паспорте. И мою тоже. Там неузнаваемые ни я, ни Ваня. Оказывается, после того, как у вас уже досмотрели багаж, если вы хотите туда убрать свои вещи зимние, у меня было пальто, у Вани была куртка зимняя, то нужно заново потом опять на ленту этот чемодан класть. То есть лучше заранее это сделать перед вот этим вот досмотром. Для меня, конечно, это было открыто. В принципе, какая разница? Я в этой одежде уже через все эти определители, детекторы прошла. Да, непонятно. Это во-первых. Во-вторых. А ты знаешь, что еще надо выйти туда, на улицу, чтобы не мешать другим людям проходить? А, ну да, что ждать нельзя, кстати. Если вы стоите уже на досмотр, и вы кого-то ждете, то вы должны туда на улице ждать. Ну, это прямо при входе в аэропорт. Все время какие-то новые правила. Это во-первых. А во-вторых, Ваня получал свой паспорт. Паспорт у него сделан на 10 лет. И еще действителен до 21-го года. Но фотографировала я его младенцем. То есть Ване было там, наверное, месяцев 8, наверное, если не меньше. И он до сих пор младенец. В паспорте потом вам покажу. Сейчас мы где-нибудь остановимся. Вот. И сказали, что паспорт нужно менять. Причем нас постоянно с ним тормозят. Мы когда проходим, и вот эта первая женщина нам сказала, что вам нужно поменять паспорт. Потому что всегда Ваня задает вопросы. Сколько тебе лет, какое у тебя отчество, когда ты родился, и все такое. Я думаю, почему у него постоянно все эти вопросы ему задают. Ну, мы сейчас там поднимемся. Там сейчас поднимемся. Мама хочет побрызгаться духами. У нас витива. Витива. А кто так не делает? Слушайте, ну, мне кажется, так делают многие. Приходят. Мало ли, может быть, вам какой-то аромат понравится. Вы его возьмете себе. Такой капсульный отель. Пришли мы к японским меркам. 550 рублей стоит один час. Не знаю, мне все запах не понравился. А это что такое? Тоже гермес? Ух ты. Что-то у меня тут упало. Ну-ка. Мне нравится. О. Тоже что-то вообще не мои ароматы какие-то. Версач? Не, Версач я не люблю. Ну-ка, я тебе пойду дальше. Я хочу Барбарис посмотреть. Гуччи. 81 евро. Все в евро. Так, вот Дольче Габана. Мне нравится аромат. Но он такой там. Даже не знаю, как передать. Типа древесного. Нет. Я люблю сладкие. Это не сладкие. Это что такое у нас? Тоже Дольче Габана. Не нравится. Ну, он сладенький, но мне не нравится. Пойдем еще что-нибудь посмотрим. О, Нина Рич. Нина Рич мне нравится. 60 евро Нина Рич. Ну-ка. Дай пить. Вкусно? Ну, сладенький. Сладенький Нина Рич. Ну-ка. А это у нас что? Тоже Нина Рич, но зеленый. Яблочный что ли? О, вот этот? Вот этот классный аромат. Вот этот вкусный. Не, вот этот вот попробуй. Вкусный. Аромат классный. Дай на руку побрызгай. А мне это брать. Дай на руку брызгай. Зачем? Ну, будешь пахнуть приятно. Это не для мужчин. Тебя мужским побрызгать? Да. Пойдем мужской выберем побрызгать. О, Жадор. Жадор 42 евро. Смотри, маленький. Ну-ка, откроешь? Посмотреть. Тебе понравилось что-нибудь? Пусть ваш аромат. Неа. Поищем мужской. Ваня переживает, что мужской не найдем. Ну, пойдем посмотрим мужской. Мужской, говорит, пойдем посмотрим. Так. Сейчас. Это, смотри. Детский что ли? Вот мужской детский. Давай, мочина. Давай. Руку давай. Руку. Руку. Нюхай. Посадка в самолет начнется через несколько минут. Не очень? Он такой резкий. Вроде нашел. И стоит рядом, не занимает. Это Оксана. Оксана, ну здесь коронные места. Я сказала, что она прошла, когда молодую компанию получилась. Да, здесь, конечно, не убрано, но сейчас уберут. В общем, Ванька нам нашел коронные места, чтобы провести сейчас эфир. С людьми пообщаться. Пойдем выберем что-то. Пойдем, Вань, пока посмотрим, что ты будешь кушать. Оставляем вещи. А потом, типа, вы посмотрите? Посмотрим, посмотрим. Выберем что-то. Бабушку оставили смотреть за сумками. Вань, пойдем сюда. Выбирать. Мам, а не надо помыть? Руки помыть. Ты хочешь руки помыть? Ну, вообще-то, по идее, конечно, нужно. Ну, давай, подожди, возьми пепси. Сейчас пепси возьмем с собой. Две банки возьми. Тебе и мне. А мне лайт. Подожди, я себе лайт возьму. Это называется правильное питание. Кто хочет поправиться, делайте так. Так, ну что, большой честной компанией. Почтешествовать всегда веселей. На завтрак у нас, потому что сейчас такой завтрак, совмещенный с обедом. 12-й час. Колбаска, сыр. Рис. Йогурты. Печеньки. Ты что будешь, Ванюс? Куравье, пирожки с яблоком, и корицей, и кофе. Значит, вообще мало всего, но в любом случае перекусить хватит. Давай бутербродик с колбаской и чай. Давай. Бери блюдечко. А что ты будешь? Тебе давай. Сок давай возьми, там внизу стаканчик. Сок чинзана. Справа стаканчики вино. Нальем, наливаем. Телевизор. Мой любимый зал в Шереметьево, потому что очень нравится вот на этих рыбочек рыбоваться. Смотрите, какие красотки. Ух ты, какая рыба. А эти-то какие, разноцветные. Здорово было бы в море таких увидеть. В естественных условиях. Да, Ванюс? Тебе нравятся рыбки? Ване взяли сок, чай, и хотела сделать вам бутербродской обасой, нечто пока хлеба. В августе летели. Было немножко все по-другому. Сейчас вот изменили месяц спустя. То есть добавили вот такие вот много импортных напитков, потому что, наверное, не очень прибыльно, чтобы люди еще покупали здесь хорошие напитки. Да, я тоже попросила хлеб, она сказала. Я говорю, видишь, видимо, невыгодно вот эти бизнес-залы. И расширили здесь вот эту стойку за деньги, чтобы покупать. Она была, но здесь же стояли бесплатные. Они сейчас бесплатные туда подальше убрали, чтобы здесь больше людей покупало. Радости нет предела. Знаете почему? Потому что мы едем в такой замечательной компании. И мама, и Оксана, и Ваня. Это прям вообще. Мы вот так давно-давно не ездили в такой компании. Прям вот я думаю, что в принципе в любом отеле... Это просто девичник и плюс Ваня. Да, и плюс Ваня. Ваня, ты спрашиваешь, что-то не было. А Ваня девичник плюс мальчишник. Мальчишки и девчонки. Я хочу сказать, что вы знаете, я увидела море первый раз в своей жизни в 20 лет, теплое море, и в нем искупалась. Ваня первое свое море увидел, когда ему было 2 года 8 месяцев. А я хочу спросить у мамы, у нашего старшего поколения, когда она увидела первый раз море, сколько ей было лет, и когда она искупалась в море. Это Охотское море. Нет, я Охотское море не беру в расчет. Сейчас скажу, в каком. Значит, нам путевки в Нальчик дали. Ух! Да. Не, мам, не обманываю. Это я уже взрослая. А при чем, подожди? Нет, подожди, Нальчик-то при чем здесь там моря нет? А, ну первый раз, когда я с супругом познакомилась, это было в Одессе. Вот я море видела в Одессе. Это было в 77-й год. В 77-й год. У тебя как всегда звучит. И мама была в Одессе у нас тогда. Да. В 77-м году. А сколько лет тебе было? В Советский Союз. Мне было 27 лет. Слушай, 27 лет. То есть я увидела в 20 лет Первого моря, мама в 27. Какое на тебя произвело впечатление в Одессе? Чистое море было? Чистое. Тогда был Советский Союз еще. Там, наверное, тогда сидели все друг на друге на море или нет? Нет, нормально. Вот я смотрю фильм Проклова есть. Будьте моим мужем. Видела они в Сочи или где они там отдыхали? Там друг на друге сидят и не могут снять ни комнаты, ничего. Такая сложность была с этим. Раньше было так, да. Чтобы на море попасть, вообще путевки очень-очень редко давали. А кому давали путевки? Ну, давали рабочим. Всем рабочим. Не, на море. Кому давали? Да, рабочим. Рабочим давали? Да. Рабочим, ты знаешь, со всего Советского Союза сколько? Ну, тебе-то дали зимой. Мне-то зимой. А ты не купалась зимой? Ну, естественно, море видели, на море ходили. Вот так вот, понятно? Да. Вот так вот было раньше. То есть море только видели, на море ходили, а в море не купались. А искупалась ты, когда, вспомни, первый раз на море, ты искупалась? Ну, ты же же тебе говорила. Это ты только увидела в море зимой в Одессе. А искупалась, когда первый раз, вспоминай. Ну, вот, дали путевки нам в 78-м году в Нальчик. Ну, Нальчик в море не было. Какой Нальчик? Почему? Озеро. Ну, озеро. А море, я у тебя спрашиваю, про море. А, ну, про море. Не знаю даже, Лена. Твоя, моя, не понимай. Нет, я даже не нет. Ну, то есть в Турции, получается, ты первый раз море увидела? Или где? Или в Сочи, или где? Нет, в Испании, наверное. В Испании. Ну, какой год был? Ой, я не помню. Это было... Ну, это мама была уже в очень взрослом возрасте. За 40. Да, в мафровом году. Вот за 40, понимаете? И кто мне сейчас пишет, что там, Ваню, берете в отпуск? Да вы что, эгоисты. Да елки-палки, неделя. На море. Нас бы кто брал, да. Да? В свое время. А то, что это же вообще было что-то нереальное, получить путевку и поехать там дикарем. А тогда вообще это не достать даже путевку. Это по великому блату. Нет, я знаете, как вспоминаю, мы в Шмаковку. Шмаковка – это такой курорт на Дальнем Востоке. Ваня, дай я скажу, пожалуйста, про бабушек. Ваня, скажи, ты уже не видела. Скажи. Что, ты увидела в 20 лет, бабушка увидела в 27 лет первое, и я в 2. Ничего не напоминает, что 2, 2, 2. 2, 2, 2, 2. Ну, я хочу сказать про Шмаковку. Шмаковка – это такой маленький городок, как нам тогда казалось, курортный городок. Ну, на самом деле это… Нет, ну, санаторий там отличный, конечно, был. Ну, по сравнению с морем, это… Ну, да, да. Это так себе, скажем, еще курорт, тот еще. Но для нас было счастье вырваться на этот курорт, и путевку было достать невозможно. То есть мама достала путевку только питание, питание в санаторий и лечение в санатории. Да. А проживание в санатории – это было что нереальное, то есть как бы не было таких вариантов. И поэтому мы снимали частный сектор, комнату, комнату у кого-то за какие-то деньги, они там деньги большие, небольшие были, но комната была такая, что, знаете, не ходите, не дышите. Нет. И все такое. Нет, ну, деньги тогда у нас были, допустим, в нашей семье. Все-таки супруг мой летчиком был, ну, и я хорошо работала. На хорошей должности. Поэтому деньги-то были, а достать – это было очень… Не было предложений, не было квартир, санаториев, там все закрытое было. То есть попасть было очень-очень тяжело. И поэтому вот, ну, я не знаю, отдых на Средиземном море, мне кажется, это за счастье. Да. Понимаете? Вот когда мы перевидали вот таких вот курортов, типа Нальчика, очень много. Я не хочу сказать, что он плохой там курорт или нет, но с морем он не сравнится никак, ни в коем случае. И поэтому, это счастье, если вы можете себе это позволить… Ваня идет, возмущается. 100 грамм икры стоит 48 тысяч рублей черный. Говорит, я говорю, ну что, Вань? Он говорит, ну как, на эти же деньги можно купить целый телефон. Ну да, можно купить телефон. В общем, бизнес-зал прощает. Идем мы на посадку. Спасибо большое, до свидания. Ваня у нас провожатый. Идет в поведении. Всех ведет. Я хотела всех увезти в другую сторону. Шейк из клубники, ну не шейк. 485 рублей. Вань, мы успеем, Ванечка. Без нас самолет не улетит, солнышко. У нас еще 40 минут до вылета. Там будет сейчас не автобус, а выход. Выход на посадку у нас, понимаешь? Поэтому самолет там уже стоит. Сейчас еще все будут стоять в очереди. Гейт 46. То есть выход 46 у нас. А написано было в бизнес-зале, что 44. Значит, наверное, поменяли, скорее всего, выход. Ну я-то доверяю тому, что здесь написано. Вот, видишь, какой выход. А ты переживал, что ты не успеешь. Вот представляешь, сколько ты сейчас будешь стоять в этой очереди. Могли еще сидеть в зале 20 минут, как минимум. А ты торопился. Кстати, водичка, вот эта баночка, которая в бизнес-зале стоит спокойно. Здесь по 100 рублей банки стоят. Ну вот Ване же, ему же нравится в очередях стоять. Он же всех торопил. Бегом, бегом. Опоздаем, опоздаем. Ну потому что, видишь, людей готовят. Заранее. А вообще посадка в самолет написано в 14.20. То есть посадка еще даже не началась. Смотрите, какая у вас прелесть. Продается в аэропорту. Это такой шоколад с нашими матрешками. И с балалайками. Символика России. Это все шоколад. А, это пряник. Пряник Покровский. Матрешка. С шоколадной глазурью и начинкой с сушеными, в общем, с грецкими орехами внутри. Красиво. Красиво. Прям огромные бутылки. Литровые бутылки. 51 евро. Кальвадос. Так, а вот коньячок уже 26 евро. 23 евро. Арарат на Доксане для сравнения сравнить. Мартини. Немножко вылет у нас задержали. На 20 минут пока что. Ну вот, то есть мы уже были 20 минут назад, должны были разлететь. А у нас сейчас только посадка самолета. До самого конца, Ванюси. Так, а наш хвостик. Хвостик наш. Сама я бронировала хвостик. Но я так подумала, да, что здесь все-таки, мне кажется, должно быть по простору. Вот эти предпоследние. Вот сюда садись. Мне кажется, здесь все-таки так и есть. Вот эти вот я забронировала, Ван. Но мне кажется, хорошее место. Мама на меня ругалась, говорит, какие ты места забронировала. Мне кажется, здесь поудобнее. Давай, Вань, ты сюда садись. Я возле окошка сейчас. Это мы наверх сейчас. Тебе планшет не нужен, Вань? Я потом доставать не буду. А телефон не сядет? Зарядки все наверху. Точно? Воду берем с собой, но так вроде просторненько. Вань, подержи водичку. Сейчас я свой уберу рюкзак. Да не, ну просторно. Мне вот я посмотрела, что по два здесь места. Мне показалось, что нормально. Ну что, веселень, довольны, счастливы, с замечательным настроением. Отличные места. Там отличные места. За счет того, что здесь два места расстояния такое, окошком есть. В общем, я, Ваня, с собой сейчас взяла вот такой вот термос. Я взяла с собой вот такой вот журнальчик в дорогу почитать, потому что я очень редко, когда в самолете сплю, иногда, конечно, бывает редко, но в основном читаю. Командир, извинился сейчас за задержку вылета. Говорит, что не по их вине, и вылет у нас задержался на час. Еще пока нельзя цехе, еще пока у вас сейчас будет рулежка. Сказал, что через 15 минут... А за ним еще один вон самолет едет. Так что в аэропорту, видите, все как у машин, которые откуда-нибудь с автовокзала выезжают. И здесь точно так же, все друг за другом. Все, вон там, смотрите, сейчас, видите, самолетик тоже пойдет на взлет. И нам сказали, что мы тоже готовы уже на взлет. Трясет в хвосте, хочу сказать. Гораздо сильнее, чем... Рядом с крылом. Я прям даже не могу удержать ровненько. Сейчас взлетим, и это изменится. Опа! Оторвались от земли. Такой, знаете, сразу ощущаешь перегруз, когда вверх отталкиваешься. Когда, знаете, если на качелях, на каких-то таких высоких катаешься, то вот испытываешь такие эмоции. Прям, знаете, как у тебя толчком кверху. А Зеленоград у нас... Ну, в смысле, Зеленоград. Потому что Зеленоград рядом. Все внизу, видите, такое желтенькое-желтенькое-зеленое. Осень. Осень. У нас осень, а мы летим в лето. Все в дымке внизу. Вот это вот большая длинная дорога для тех, кто не из Москвы. Это Ленинградское шоссе. Оно длится долго-долго-долго, и потом переходит в Ленинградский проспект. Дальше там идет район Тверской. То есть это у нас прямая-прямая дорога. Это МЖК мы сейчас пролетаем внизу. Я вам как-то показывала МЖК. Вот мы МЖК сейчас пролетаем. Работу нашу с Оксаной пролетаем. И все. И нас сейчас выключают из эфира. Потому что влетаем мы сейчас в облака. Сейчас что? Вань, мы сейчас что, увидим солнце? Боже мой, посмотрите. Это оказывается, Москву как будто бы заголдовали. Вот такое вот белое полотно. Закрывает от нас солнце. А солнце-то, оказывается, есть. Вообще супер, да? Оно просто было закрыто облаками. У меня такое ощущение, знаете, что у нас как в сказке. Если кто смотрел, «Однажды в сказке» фильм называется. Вот там вот город заголдовали. И вот у нас такое ощущение, что Москву тоже таким же образом заголдовали. Потому что у нас очень часто такая вот облачная погода. Серость. А над облаками взлетаешь. А здесь солнце, посмотрите. Через 30 минут после взлета соки. Сок у меня любимый томатный. И причем сок рич. Хорошего качества сок. Вообще, Royal Flight. Мне нравится эта компания. Дайте сниму Оксану. Оксана так спит всегда. Куда бы она ни летела, ни ехала, ей очень хорошо спится. Также очень хорошо спится Ивану. А у нас с мамульчиком одинаковая нервная система. Никогда не спится. Смотрите, какая красивая картинка у нас за окном. Приближаемся мы, знаете, куда потихонечку? К Черному морю. К Черному морю. Нам еще до Анталии лететь где-то приблизительно полтора часа. Такие нас облака здесь встречают, потому что приближаемся мы к воде. А когда вода рядом, то всегда вот образуется по большему счету вот такая вот облачность. Я решила сейчас пока время не терять. В самолете еще вот лететь и лететь. Уже перечитала все журналы, какие были. Решила сейчас по-быстрому смонтировать. Поэтому на этом это видео заканчивается. Но наше приключение только начинается. И следующее видео начнется с прилета в аэропорт Анталии, с получения багажа, с нахождения нашего трансфера индивидуального. дождется ли он нас, потому что у нас изменилось время вылета. И не знаю. В принципе, как бы они не обязаны ждать, отслеживают они или не отслеживают. В общем, обо всем об этом вы узнаете в следующем видео. Если видео выйдет, значит, мы прилетели и все у нас хорошо, потому что в самолете, к сожалению, вай-фая нет. Как всегда, всем добра, удачи, позитива. И обязательно увидимся с вами. Валяться буду, как тюлень на пляже, ни о чем не буду думать даже, о, только пикистик упаться, вечерами зажигать на танце. А у меня...